Всем привет! Меня зовут Алена. В сегодняшнем видео очередная распаковка посылок с Алиэкспресс. Сегодня мы рассмотрим 8 посылочек. Тестирование сегодня я ничего делать не буду. Все сниму отдельно. Все как обещала, обязательно сниму. Приступим. Начну с разочарования. Разочарования у меня две посылки. Одна вот такая малютка. Решила заказать гель. Но не для наращивания, а для объемной, как сказать, вот жуков мы делаем, еще что-то для объемных дизайнов ногтей. Чтобы свой не тратить, решила заказать китайский. Какая разница, он также хорошо справляется, судя по отзывам. Вот такой Алина, прозрачный. Но когда я открыла, разочарованию моему не было предела. Еще не открыть его. Ох, ешки, он потек у меня. В общем, я когда его открыла, что вы можете видеть, дно абсолютно пустое. Вот сбоку вот тут стекает. И вот еще на крышке вот такой слой. И на этом, девочки, абсолютно все. Этого продавца я вам не рекомендую. Я ему написала о том, что вы мне послали пустую баночку. Где гель-то? Мне, блин, на пару ногтей только хватит. Где гель-то? На что он мне ответил, что нету видео. Я ему фотографии скинула о том, что баночка практически пустая. Тут даже половины нету. Как обычно девочки пишут, хотя бы половина проходит. А тут даже половины нету. Я ему написала и фотографии скинула. Посмотрите, тут даже половины нету. На что он мне ответил, что в следующий раз снимайте видео. Якобы я слила этот гель куда-то и ему показываю, что баночка пустая, блин. На что он мне сказал, что якобы я это слила, видео нету. Я открыла спор. Написала Алиэкспресс, что в связи с тем, что продавец недобросовестный, нехорошо относится к своим клиентам, вот так обманывая их. Сколько он таких обманул, я не знаю. Но меня он точно обманул. И прошу вернуть полную стоимость, помочь разобраться с этим делом. И скинула переписку с продавцом. Как он мне отвечает Алиэкспресс. Через три дня мне верну полную стоимость этого товара. Все. Это разочарование. Тут буквально на пару ногтей. Больше у этого продавца я заказывать не буду. Но, девочки, я ссылочку все равно вам скину, чтобы вы посмотрели именно этого продавца. Возможно, он вам хорошо отправлял товары. Может, это мне так пришло. Это, может, партия такая. Я не знаю. Все равно ссылочку оставлю. А вы там сами разбирайтесь, будет заказывать или нет. Я так точно не буду. Следующее мое разочарование. Это вот такие гель-полиш. Я заказывала базу и топ. Шло это все дело мне почти три месяца. Я пишу продавцу, где мой товар. Он мне пишет, что не переживайте, товар ваш идет. И посылка доставляет до 90 дней. Я говорю, я понимаю, что 90 дней еще нет. Но почти три месяца меня у этого не устраивает. Я могу у другого продавца заказать. Он мне быстрее намного пришлет. В общем, пришла мне посылка. Я смотрю, на почте получаю. Пришел в таком желтом пакете. Что-то пакет весь липкий. Я так и поняла, что он разлился. Но я-то, девочки, думала, что он просто протек. Я когда открыла упаковку, я весь стол свой испачкала. Ножницы испачкала, руки испачкала. Вот это только целый был. И то он плохо закручен был. Это база. А топ вот так бутылка треснула вся. И просто отвалилась. Она разбилась по дороге. И в пакете ни во что больше не было. Ну вот она не полная. Вот не полная она вот где-то половина. Ну вот, наверное, он тоже вытек. Судя по базе, она и не жидкая, и не густая. Ну, думаю, с ней можно что-то сделать. Но это полное разочарование. Я пишу продавцу о том, что мне пришло все разбитое. Вы плохо упаковали. Да, пакет в пупырку. Но он даже не обмотан был. Я видела видео, видеоролики у девочек. У них в пупырку еще вот так хотя бы обматывали. Или в какую-то вот белую штучку. Знаете, как гели укладывают. Это абсолютно вот так гуляла по пакету. И, скорее всего, на почте это где-то кинули. Или что, я не знаю. Что эта бутылка просто в мелкие кусочки. Вот так пополам вся разломалась. Стоп. Весь вытек. Все грязное. Вот эта бутылка тоже он вся. Я ее так и до конца не очистила. Не знаю. Это вообще сплошное разочарование. Этого продавца тоже не советую. Потому что он очень плохо упаковывает свой товар. Не беспокоится о том, как он дойдет. В каком состоянии меня это тоже абсолютно не устраивает. Ну, что это за дела? Бутылка уже такая, как после войны. Знаете, как будто я ее интенсивно попользовалась. Хотя я ей абсолютно не пользовалась. Состояние у нее ужасное. Вообще, одно сплошное разочарование. Ну, на этом все. Разочарование наше окончено. Следующая посылочка. Я заказала вот такие губочки. 8 штучек. Она небольшая. Я заказала просто попробовать. Мне, в принципе, кисти мне понравилось градиент делать. Но мне же интересно, как будет и губочками. Губочки обычные. Я такие уже, если вы видели мои прошлые видео, купила в фикс-прайсе целую большую упаковку. Ну, думаю, они неплохо справятся. Ими можно вот так попользоваться, отрезать, еще попользоваться и выкидывать. Ну, у меня теперь этих губок много. Пусть будут. Я сначала заказала, а потом уже в фикс-прайсе купила целую упаковку. Ну, ладно уж. Что поделать. Буду пробовать. Еще губочками не пользовалась. Не фикс-прайсами, не этим. Не знаю, что будет лучше справляться. Губки или кисть. Но кисть мне понравилась. Я уже приноровилась. Очень удобно кистью. Попробуем губочками. Следующая моя посылочка. Вот такая маленькая пакетик. Пырочку. Заказывала я такую фрезу керамическую. Все время синей пользуюсь. Тут решила попробовать красную. Насколько всем известно, красная должна быть... Какая она? Остренькая? Новенькая. Должна быть остренькой. И должна быть поменьше, чем синяя. Сейчас достану свою синюю. Сейчас смогу еще ее достать. Достала. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Девочки, извиняюсь. Что у меня тут... Да что такое, ну? Все. Все видео уже потачило себе. Так, вот моя синяя. Так. Слушайте, что-то она ничем не отличается. А нет, все же она поменьше. Она и размером поменьше? Да, она и размером поменьше. И вот эти кубики на ней все-таки чу-чуточку на полмиллиметра поменьше. Должна быть помягче. Но моя уже не сильно острая. Это прям остренькая. Ну ладно. Попробую. Обязательно все вам расскажу, покажу. В деле. Время бы только выкрасть. Так, все упаковано было хорошо. И продавец положил мне вот такую щеточку в подарок. Тут, правда, торчит. Но это не важно. Все равно приятно. Всем известны щеточки. Положил мне в подарок продавец. Спасибо продавцу огромное. Очень приятно. Подарок получать. Так, следующая моя посылочка. Это декор. Это вот такие камефубики. И ромбики. Девочки заказывала у разных продавцов. Пришла в одном пакете. Почему-то. Возможно, это один и тот же продавец. Только разные магазины. Скорее всего, вот такие есть. Ждала тоже почти три месяца. Я уже и писала продавцу, где посылка, почему так долго. Трек-номер не отслеживается. На что он мне сказал. Не переживайте. Если вам все идет. Ни в коем случае не открывайте спор. Пишите нам. Но я ему сказала, что если ближе к трех месяцам подойдет, я открою спор. Потому что бывает такое, что посылки не доходят. Или доходят, но на другой адрес. У меня уже не одна посылка так ушла. То в Омск, то в Питер, то в Москву. Как говорю продавец, адреса путайте. Я вообще не понимаю. За все деньги я вернула. За гель вот этот я вернула денежку. И за гель-полиш. Вот буквально мне вчера перевели полную стоимость. Я думала, Алиэкспресс сделает, что только за одну бутылочку возьмет. Нет, он вернул мне полную стоимость. Так как я показала, что тут тоже половина. Вот такие ромбики. Я думаю, эти ромбики уже все знают. Я еще заказала чисто голографические. А тут такие цветные. У меня есть пару задумок, какой сделать дизайн. И они мне вот очень нужны. Наконец-то они пришли. Ужас, как долго. И вот такие камефубики, девочки. Я открывать пакетик не буду. Так как, как видите, у меня они все рассыпались. Хоть там и пленочка есть, и в пакете там тоже. Хоть и пленочка здесь есть. Внутри. Каждый упакован в пленочку. Ну, жутко как рассыпались. Это просто, я не знаю, вон вам в пакете видно, как они просто тупо сыпятся. Каких-то здесь половина, каких-то прям чуть-чуть, а каких-то прям половина. Ну, я думаю, эти камефубики уже все знают. Все эти наборчики. Здесь очень красивые цвета. Есть как обычные цвета. А есть голографические. Ой, красота. Переливается. Это просто огонь. Тоже захотела такую палеточку. Ну, возможно, я почитала отзывы, да, я знала, что может прийти вот так все рассыпано. Но некоторым приходилось все-таки чистенько, аккуратненько, ничего не рассыпанное. Ну, мне пришла вот такая. Ну, ладно. Их тут много. Если там даже что-то и рассыпалось, то мне и прям критично. Мне и этого хватит до пенсии. Следующая моя посылочка. Заказала я пакет пупырочку. Заказала я, ну, это я ножницы, я уже все порезала. Это кусачки, накожницы, как их называют. Не знаю, как правильно. Заказала две пары для педикюра. Сейчас активно скупаю инструменты педикюра. Решила попробовать, так как их все нахваливают. Да как же их достать так сильно? Открытие крыла достать не достала. Их все нахваливают. Вот, достаточно такие блогеры, у кого много подписчиков. Они действительно острые. Я думаю, придут тупые. Придется отдавать заточку. Нет, девочки, они действительно острые. Я не знаю, это прокусить, нет? Вот, посмотрите. Разрезал. Они очень острые, если вот так делать пальчиком. Прям как лезвие. Это D501. С золотистой ручкой. Я думаю, они уже у многих есть. Тут также есть защитный колпачок, что не может радовать. Я их все обработаю и попробую на себе, конечно же, в первую очередь. Ну, такие приличные, я хочу вам сказать. Стоили они недорого, в отличие от стоимости магазина. Буду пробовать. И обратно. О, обратно. Две пары. Два таких заказала. Ссылочки оставлю вам в описании. В следующем пакете. Пакет огромный. А товара одна штука. Пакет пупырку. Это вот такая пилочка от Борт-Прити. Ну, давай, открывайся. Беда у меня с распаковкой. Это, я так понимаю, чехол. Такой у девочки он приятный. Он такой, знаете, он вроде как резиновый и не резиновый. Очень приятный. И вот такая малюточка-пилочка. Так как у меня ногти покрыты гей-лаком, приходила подружка. У нее ногти не покрыты гей-лаком. Свои. Я на ней попробовала. Вот так. Девочки, она стеклянная, но на ней такой, знаете, как лазером. Вам, наверное, не видно будет. Она не фокусирует. Вот видите мелкие точечки? Это, знаете, как лазером сделано. И вот когда по ногтю выводите, он просто становится глянцевым, как стекло. Даже не у такой глянец, как от топа, да? А вот как стекло прям. Обалденная пилка. Я такого, конечно, не ожидала. Оформление такое достаточно мило-симпатичное. Единорожка. Маленькая. Ну, вот если ногти не покрыты гей-лаком, а хочется, чтобы блестело и нет какого-нибудь покрытия обычного топа или обычный лак прозрачный, который блеск дает, то пилочкой прошлись и ногти в идеальном состоянии. И вот этот чехол очень хорошо подходит, чтобы именно носить сумочки. Очень даже симпатично. Интересно. Мне очень понравилось. Интересная такая штучка. Упаковочка нам не нужна. Мы ее выкинем. И последняя моя посылочка. Тоже пакет в пупырку. Больше ничего там нет. Это моя кисточка для градиента. Вот в такой тубе. Все хорошо упаковано. Ничего не помялось, не поцарапалось. Я уже ее немножко полапала, потрогала, пощупала. Это кисть от Николь Дарри. Такая красивая. Внутри кристаллики. Конечно, кисточки красивые. Мне такие кисти очень нравятся. Их прям приятно руках держать. Крышечка хорошо закрывается. И вот такая кисточка для градиента. Я уже убрала транспортировочный клей. Кисть достаточно вверх. Вот плотная часть вот эта упругая. А вот эта прям мягенькая. И вот ей градиент будет прям великолепно делать. Вот так потихонечку вытягивать цвет с одного в другого. И он получается с этими кисточками маленькими. Перемешивает и потихоньку вытягивает. Просто прелесть и не кисть. Она удобная в руке. Она красивая. И даже если она будет лежать у вас на рабочем столе. Просто даже очень красиво. Колпачок достаточно плотный. Ничего вот так не слетает. Это надо усилие применить. Все хорошо держится. Все красиво. Ни где царапин нету. Это я просто уж тут полапала. Почистить надо. Очень красивая кисть. Ничего не помялось. Все замечательно. И так, девочки. На этом все мои распаковочки. Восемь штук. А также мое глубочайшее разочарование. И маленькие приятности. Буду заканчивать. Обязательно сниму тестирование. Все, что вам до этого показывала и буду еще показывать. Обязательно сниму тестирование. Обязательно вам все покажу. Просто надо немножко подождать, когда у меня будет побольше свободного времени. Вот есть единственное время снять только эти посылки. А потестировать пока вообще не выходит. Вот нет пока времени. Ну и обязательно это время найду. Все будет замечательно. Обязательно все с вами попробуем. Девочки, ставьте пальчики вверх, кому понравилось. Кому не понравилось, ставьте пальчики вниз. Пишите обязательно комментарии. Мне очень нравятся ваши комментарии. Мне нравится с вами общаться. Нравится быть хоть чем-то полезной. Нравится, что мои видео хоть кому-то интересны. Давайте дружить каналами. Обязательно подписывайтесь. Ну, на этом все. Буду заканчивать. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok